Сегодня о своей ситуации Алена и Егор стесняются рассказывать на камеру. Говорят, стыдно, что сами помогли преступнику в совершении аферы. Они сняли небольшую квартиру в одном из спальных районов Бреста. Радушный хозяин тепло встретил новых постояльцев. Правда, сразу попросил задаток за четыре месяца. Нашли квартиру недорогую по объявлению съемную. Встретились с хозяином, он рассказал, что у него задолженность по коммунальному. И поэтому мы можем не платить за аренду, а просто ликвидировать эту задолженность, ну и коммунально оплачивать. Мы как бы согласились, хороший вариант. И он как бы приходил в квартиру постоянно, ключи у него были, конечно, в свой комплект. Мы вот собирались с мужем как-то на торжество, и в общем он решил костюм свой надеть. Залез в шкаф и не нашел костюм. Мы начали вещи свои перебирать, смотреть. В итоге не нашли телефон сотовый, ну такой приличный, деньги, ручку дорогую. О своей ситуации молодые люди сообщили в дежурную службу 102. Правоохранители быстро среагировали и прибыли на квартиру. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, а уже спустя несколько часов правоохранители установили, что к краже причастен неработающий житель города Бреста 88-го года рождения, хозяин этой квартиры. У него на квартире второй съемной были обнаружены некоторые украденные вещи. В беседе с правоохранителями мужчина пояснил, что не раз приходил к своим квартирантам, так как у него был запасной комплект ключей, якобы забрать кое-что из своих вещей, а заодно присматривал ценные вещи и деньги своих постояльцев, которыми позже рассчитывался со своими приятелями, у которых одалживал в последние несколько месяцев деньги. Сегодня в интернете можно найти большое количество объявлений от граждан, которые сдают квартиру без посредников и без договора найма. Согласно законодательству, такая сделка считается незаконной. В случае конфликтной ситуации гарантий и прав у постояльца на жилое помещение нет. Физические лица, которые имеют в собственности квартиру, вправе сдавать ее на долгосрочный период. При этом регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя нет необходимости. При осуществлении данного вида необходимо произвести следующее действие. До начала осуществления деятельности необходимо заключить в письменной форме договор найма жилого помещения, зарегистрировать его в исполкоме, произвести уплату фиксированной суммы подоходного налога. В городе Бресте она составляет 27 рублей в месяц. По факту произошедшего, следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Окончательную меру наказания для афериста определит суд. А для Алены и Егора эта история станет хорошим жизненным уроком. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Григорий Пекарский, Эдуард Бакунович, Андулугов. Кинселькомпания Буктова.